Коллеги, добрый вечер. Мы с вами начинаем нашу очередную рабочую встречу. Давайте, как всегда, начнем с решения вопроса о качестве картинки изнука. Хорошо ли вам меня видно, хорошо ли вам меня слышно? Михаил, спасибо. Но, судя по тому, что вы ответили на вопрос, который я задала голосом, не только видно, но и слышно. Хорошо, хорошо. Значит, в прошлый раз, насколько я помню и насколько я вижу по своим записям, мы с вами остановились на том, что, в принципе, алгоритмы, строящие минимальное астопное дерево, вам известны, но, поскольку не все их помнят одинаково хорошо, стоит все-таки мне их вам напомнить. Мы, собственно, завершили мы предыдущую встречу как раз на том, что вспомнили, что такое жадный алгоритм. Или есть ли у вас какие-нибудь вопросы, которые вы хотели бы задать до того, как мы начнем обсуждать что-нибудь относительно новенькое? Есть ли какие-то вопросы сейчас? Дарья, спасибо. Хорошо. В таком случае давайте напомним друг другу постановку задачи. Значит, у нас с вами есть граф. Я сейчас буду предполагать, что он связанный, а просто потому, что на случай несвязанного графа соответствующие алгоритмы обобщаются элементарно. Нужно будет просто запустить соответствующую процедуру на каждый из компонент связности. Для каждой из компонент связности будет минимальная. Построено минимальное островное дерево. Ну и, соответственно, их объединение будет для исходного графа островным лесом. Ну вот, чтобы сейчас не акцентировать на этом внимание, я буду предполагать, что граф связан. А вот что важно, важно то, что граф у нас с вами взвешенный. То есть каждому ребру мы будем ставить в соответствие некое вещественное число. Давайте я сейчас буду считать, что эти числа еще и положительные. Вообще говоря, вот здесь это не играет никакой роли. Здесь леса можно предполагать просто вещественными. Но я сейчас не очень хочу опять-таки на этом акцентироваться, поэтому давайте немножко задачу себе упрости. И наша с вами задача построить минимальное островное дерево. Минимальное островное дерево. Я напомню, что мы с вами будем понимать минимальность в смысле суммы весов ребер, входящих в соответствующее дерево. Вот минимальность мы с вами будем понимать таким образом. Что существенно? Насколько я помню, мы с вами в прошлый раз успели осветить тот факт, что минимальное островное дерево вообще говоря не единственное. Вот минимально возможный вес для дерева, он, конечно, единственный. А само по себе дерево мы даже с вами рисовали какие-то достаточно простенькие примеры. Соответственно, если минимальных островных деревьев больше одного, мы с вами найдем такой вид. Вот такое конкретно, как повезет. Оба алгоритма, которые мы с вами сейчас будем рассматривать, относятся к категории жадных. Я напомню, это означает, что они максимизируют выгоду на текущем шаге. И, естественно, это будет означать, что нам потребуются какие-то оговорки, чтобы убедиться, что алгоритм действительно работает так, как нужно. Первый алгоритм, который мы рассматриваем, называется алгоритм Прима. Мы с вами будем вести такой протокол работы алгоритма. Состоятель будет из трех столбцов. Списка выбранных вершин, списка выбранных ребер и суммарного веса выбранных ребер. Для того, чтобы запустить алгоритм Прима, нам необходимо выбрать начальную вершину. В качестве начальной вершины может наступать любая вершина графа. Ну и вам, скорее всего, либо уже доказывали, либо скоро докажут, что результат, в смысле минимальное остальное дерево, окажется минимальным, вне зависимости от того, какой вершины мы начинали. Ну давайте для иллюстрации я сразу же набросаю какой-нибудь в меру убийственный примерчик. Ну пусть будет вот так. Значит, сейчас этот граф пока еще не взвешенный, веса не указаны. Сейчас я это сделаю. Но, как всегда, я попрошу вас так проконтролировать, чтобы веса были указаны на всех ребрах, причем ровно по одному. Ну, например, вот так. Так, вроде бы я нигде не ошиблась, вроде бы у меня на всех ребрах указаны веса красным, и причем указаны ровно по одному. Так, ну, насколько я вижу, все достаточно разборчиво, по крайней мере, на моем экране вполне. Итак, давайте выберем начальную вершину. Начальная вершина может быть любой, поэтому выбирайте, пожалуйста, сами. Ну, пусть будет А. Почему бы и нет? Совершенно не важно. Значит, на момент начала работы алгоритма, стартовое состояние протокола, выбрана одна вершина, начальная, не выбрано ни одного ребра, и суммарный вес выбранных ребр, естественно, равен ни. Что мы будем делать дальше? С чего, собственно, состоит шаг алгоритма? Так алгоритм устроен следующим образом. Мы добавляем в уже построенную часть дерева самое легкое ребро, соединяющая любую одну из выбранных вершин, из уже выбранных с, а одной из еще невыбранных. мы добавляем в уже построенную часть дерева, самое легкое ребро, соединяющая одну из уже выбранных вершин с одной из еще невыбранных. Таким образом, на каждом шаге у нас с вами добавляется одна вершина и одно ребро. Естественно, но возникает вопрос, а что делать, если этих самых-самых легких ребер несколько? Ну, теоретически в этом месте нужно рассматривать варианты, посмотреть, до какого итогового дерева доведет выбор каждого из ребер, ну, а дальше либо убедиться, что результат не зависит от того, по какой мы пойдем по этой развинке, ну, либо из построенных деревьев выбрать минимальное. На практике, как правило, разницы действительно нет. Так, я вот не очень удачно сделала здесь, у меня запись немножко залезает за границу. Ну, ладно. Ну, вот формально в плохом случае здесь может крыться элемент перебора. Что еще хочется отметить? Коль скоро на каждом шаге мы с вами выбираем самое легкое ребро, связывающее одну из выбранных вершин, не обязательно последнюю выбранную, какую-то, с какой-то из невыбранных, совершенно понятно, когда эта работа закончится. Эта работа закончится тогда, когда все вершины будут выбраны. В тот момент, когда мы выбираем последнюю вершину, процедура построения заканчивается. Ну, довольно очевидно, почему построенная штука действительно будет деревом, минимальным и оступным. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, в этом месте алгоритм премии устроен очень понятно. Та часть будущего основанного дерева, которую мы построим, оно все время будет деревом. То, что мы каждый раз соединяем одну из выбранных решин с одной из невыбранных, гарантирует, что граф будет ациклическим. Ну, и это же самое гарантирует нам, что граф будет связан. Вернее, подграф будет связан. Соответственно, в тот момент, когда наш связанный ациклический подграф пройдет по всем вершинам, дерево станет астоном. Ну, давайте прокрутим эту конструкцию на предложенном мной примере. Я, конечно, неудачно сделала. Я отметила выбранную вершину тем же цветом, которым прописывала веса. Это означает, что они могут перепутаться. Давайте я заменю. Итак, ну, на первом этапе, на первом шаге совершенно очевидно, что у нас всего одна выбранная вершина А. И самое легкое ребро, инцидентное А, это ребро АД, ребро веса 2. Соответственно, вот добавляется вершина Д, добавляется ребро АД и суммарный вес выбранных ребер равен 2. Какое ребро мы добавим в следующее? Да, Динь, вы совершенно правы. Теперь самое легкое ребро из доступных нам это ребро ДБ с весом единица плюс вершина, плюс ребро, суммарный вес выбранных, прошу прощения, суммарный вес выбранных ребер. Давайте-ка я это делаю исправлю, чтобы не выводить вас в заблуждение. Суммарный вес выбранных ребер равен 3. Замечательно, замечательно. Какое ребро мы выберем в следующем? Вот здесь посмотрите, пожалуйста, как раз та ситуация, о которой мы говорили. У нас есть несколько возможных вариантов. Мы с вами можем выбрать ребро АФ, мы можем выбрать ребро ФД, а еще мы можем выбрать ребро ДЕ. Из ребер, связывающих одну из выбранных вершин с одной из невыбранных, эти три имеют одинаковый минимально возможный вес 3. Хочется обратить внимание вот на что. Теоретически, да, мы должны здесь разбирать варианты. Практически должно быть довольно понятно, что мы с вами обязательно выберем одно из вот этих ребров и только одно. Ну и выбор вот этого ребра. Он тоже довольно очевидно произойдет, ну потому что окружающие ребра заметно тяжелее. Поэтому более-менее все равно в каком порядке выбирать. Вот Динь предлагает начать с ребра АФ. Давайте так и сделаем. Но не забудьте, пожалуйста, что вот в этом месте уже появляется не единственность будущего минимального дерева. Пусть будет АФ. Соответственно, вершина Ф, ребро АФ, суммарный вес выбранной части, равен 6. Здесь у нас с вами вариантов нет. Какое ребро мы добавляем в следующем? Да, Михаил, совершенно верно. И Динь с вами тоже согласен. Теперь у нас появилась возможность добавить ребро с весом 2. Вот оно. Соответственно, ИФИ, суммарный вес 8. Здесь вариантов тоже нет. У нас появляется возможность добавить ребро с весом 1. Вершина H, ребро H и суммарный вес 9. Так. На следующем этапе вариантов, кажется, тоже нет. Какое ребро у нас будет добавлено? Следующим, безальтернативно. Да, совершенно верно. Самое легкое из соединяющих одну из помеченных вершин с одной из непомеченных – это ребро ИЖ с весом 2. А вот дальше становится любопытно. У нас осталось совсем немного невыбранных вершин, ровно 2. Соответственно, какое ребро мы добавим в следующем. Да, вот Динь предвосхитил мой вопрос. Ребро DE единственное, отвечающее тем требованиям, которые мы заявляли. Суммарный вес 14. И последнее, неохваченное пока что вершина C. Никакой альтернативы. 16. Собственно, все. У нас с вами невыбранные вершины закончились. Вот то, что отрисовано зеленым, это минимальное остопное дерево. Вот его суммарный вес посчитан. Собственно, на этом более-менее все про ангаритин прима, который, еще раз хочу обратить ваше внимание, очень приятно устроен. Приятность того, как он устроен, заключается в том, что на каждом шаге его работы мы имеем дело с деревом. Очевидно, некоторым образом минимально. И остается только дождаться, пока оно накроет все вершины графа. Опять-таки, что в описании шага, что в формулировке условий остановок, они очень-очень прозрачны. Есть ли какие-нибудь вопросы по поводу алгоритма прима? Есть ли какие-нибудь вопросы по поводу алгоритма прима? Санжар, Дарья, спасибо. Спасибо вам. Хорошо. Тогда давайте посмотрим на еще один алгоритм, строящий минимальное основное дело. Этому алгоритму не повезло. Не повезло ему в том смысле, что фамилия его автора на русский транскрибируется аж четырьмя способами. Мне кажется, мы в прошлый раз тоже об этом говорили, о том, что фамилия может быть прочитано по-русски как краскаль, краскал, русскал, русскаль. Все четыре варианта более-менее устоялись, ну, вернее, так. Все четыре варианта встречаются в русской личной литературе. Я привыкла к транскрипции краскаль. Ее я буду использовать, но если вы скажете «краскал», у вас, конечно, тоже поймут. Стартовое состояние – то же самое, что и здесь. Граф связан просто для того, чтобы не заморачиваться отдельно с разбором компонент, хотя ситуация совершенно понятная. Если граф вдруг оказывается не связан, то мы просто на каждой компоненте запускаем алгоритм, строим остовное дерево для каждой компоненты, ну и получаем в итоге остовный лес для исходного несвязанного графа. В отличие от алгоритма Прима, для запуска алгоритма Краскаля нам не требуется начальная вершина. На момент начала работы алгоритма Краскаля у нас не выбрано ничего. Я хочу сейчас делать следующее. Да, попытку сэкономить себе время они как-то не очень получаются, но все-таки. Я хочу сейчас делать следующее. Вообще-то для алгоритма Краскаля нам достаточно выписывать выбранные ребра и суммарный вес. Вершина мне ни к чему. Я сейчас добавлю в таблицу для того, чтобы проиллюстрировать некоторое существенное различие между алгоритмом Прима и алгоритмом Краскаля. Итак, коллеги, вот столбец, посвященный вершинам, я добавляю для иллюстрации некоторых соображений. Вообще говоря, делать это не обязательно. Итак, на момент начала работы алгоритма у нас не выбрано ни одной вершины, не выбрано ни одного ребра, и суммарный вес выбранных ребра естественно равен нему. Как устроен шаг алгоритма Краскаля? Шаг алгоритма Краскаля устроен следующим образом. Мы с вами выбираем самое легкое ребро. которое можно добавить, не вызвав появление цикла. Обратите, пожалуйста, внимание, коллеги. Если в алгоритме Прима построенная часть все время была деревом, то в алгоритме Краскаля никто ничего подобного не обещает. Давайте посмотрим на пример. Я нарисую какой-нибудь простенький граф. Ну, давайте вот такой скажем. И пусть у него будет такая развесовка. 1, 2, 1, 2. Понятно, что на первом шаге я добавлю одно из самых легких ребер. Ну, давайте вот это. На втором я добавлю самое легкое ребро из оставшихся. Вот это. Посмотрите, пожалуйста. Построенная до данный момент часть графа даже не связана. Ну, то есть понятно, что ациклическая она будет все время. Нарушить это условие никак. А вот связанность она теряет. Более того, посмотрите, пожалуйста, если в алгоритме Прима на каждом шаге мы получали плюс одно ребро и плюс одну вершину, то в алгоритме Краскаля вот у нас с вами первые два шага добавили каждый по одному ребру и паре вершин. А третий шаг, вне зависимости от того, какой из двух оставшихся ребер я выберу, прибавит нам одно ребро, но не добавит ни одной вершины. То есть вот эти вот простые соображения, которые облегчали контроль на алгоритме Прима, для алгоритма Краскаля, к сожалению, не работают. Этот шаг еще легко описан, просто какое-нибудь самое легкое ребро, главное, чтобы цикл требований. Когда алгоритм завершит свою работу? Опять-таки, в случае алгоритма Прима требование останова было очень простым. Все вершины должны быть выбраны. Здесь вовсе не так. На том самом примере, который я только что стерла с доски, на момент, когда были выбраны все четыре вершины, дерева еще построено не было, поэтому останов означает, что выбрано n-1 ребро. Выбрано n-1 ребро, где n – это количество вершин. Естественно, если перед нами есть дерево на n вершинах, это автоматически означает, что у него n-1 ребро. Ну, вот так выглядит алгоритм Кроскаля. Очень типичная для жадного алгоритма конструкция. С одной стороны, довольно элементарное описание шага, а с другой стороны, вот куча каких-то дополнительных проверок, без которых как-то не очевидно, почему эта штука работает корректно. Давайте посмотрим на пример. Я хочу немножко сэкономить. Экономить я буду так. Вместо того, чтобы добавлять самые легкие ребра по одному, я буду выбирать все возможные самые легкие ребра на соответствующем этапе, а дальше смотреть, могу я их оба добавить, или там все три, или все десять, или нет. Хотя формально, да, я должна их добавлять по очереди, и в случае необходимости, так же, как в алгоритме Прима, рассматривать ветвление. Итак, вот мой граф на момент начала работы. Самые легкие ребра, которые встречаются в этом графе, это ребра веса 1. Вот их две штуки. Ребро ВД и ребро ХИ. Очевидно, что я могу добавить их оба. Цикл при этом не появится. Соответственно, ВД и ХИ. Я обещала добавлять вершины, поэтому вот они. И суммарный вес выбранных ребер равен двойке. Значит, вот раз, добавленный конструкт. Вот два, добавленный конструкт. Обратите внимание, вот, пожалуйста, выбранный кусок, он, конечно, циклический, но совершенно не связан. Замечательно. Следующий по легкости ребра это ребра веса 2. Ребер веса 2 тут как-то много. Раз, два, три, четыре. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, и скажите, сколько из этих ребер я могу добавить так, чтобы в построенной части не появилось циклов. Вот четыре ребра. Я надеюсь, что точки, которые я поставила, видны достаточно хорошо. Давайте я их мою. Уже в ней как-то отвечу. Это вот самые легкие ребра из еще не добавленных на текущий момент. Значит, какие из этих ребер я могу позволить себе добавить в строящееся астовное дерево? Да, да, Никита, Динь и Дарья и Михаил практически одновременно отвечают. Действительно, если вы посмотрите на соответствующую картинку, просто видно, что я могу добавить все четыре ребра и построенный кусочек по-прежнему останется ациклическим графом. Хотя, что любопытно, да, по-прежнему останется несвязным. Что же я добавила? Я добавила ребро АД и это вершина Д. Я добавила ребро СЕ, это вершина СЕ. Я добавила ребро ФИ и это вершина Ф. А еще мы добавили ребро ИЖ и это вершина Ж. Соответственно, четыре ребра весом два каждая, и того суммарный вес теперь есть. Восемь здесь и еще два здесь. Прекрасно. Следующие потенциально добавляемые штуки это ребра веса три. Четыре ребра веса три у нас раз, два, три, четыре. Вот я их пометила двумя точками каждая. Ребрер веса три у нас вот четыре. Четыре возможно. Давайте посмотрим, какие из них мы позволить себе добавить можем. Или наоборот, какие точно не можем. Если вы видите какое-то ребро, которое точно нельзя добавить, так, да, совершенно верно. Ребро Ф, Аж добавлению не подлежит. Получится три цикла H и F. Давайте, я не знаю, вместе. Это ребро добавить нельзя. Что насчет остальных? Я, кстати, забыла вершину Е отметить, хотя она включена. Вот давайте, я ее добавлю. вершина D, вершина D. Да, коллеги, я, скорее всего, вместо вершины, да, я здесь написала вершину D вместо вершины A. Но мы, собственно, добавляли ребро AD, и я отметила здесь не тот его конец. Да, спасибо. Усправьтесь, пожалуйста. Это должна была быть вершина A. Значит, Никита говорит, что из ребер А, F и FD можно добавить одно любое. Да, собственно, мы обсуждали это незадолго до. Но давайте теперь для разнообразия добавим FD. Соответственно, ребро А, F при этом добавить будет уже нельзя, потому что появится три цикла. Значит, ребро FD можно, но осталось необсужденным только ребро DE. Что можно сказать про него? Можно его добавить или нет? DE можно, да? Собственно, его добавление еще не вызывает появление цикла. Суммарный вес добавленных ребер 16. Ну, а теперь останется убедиться, что у нас с вами граф на девяти вершинах, соответственно, в тот момент, когда мы добавим восемь ребер, построение нужно прекратить, вот их ровно восемь. Вот мы построили какое-то остовное дерево. честно говоря, что алгоритм Прима, что алгоритм Краскаля сложными назвать нельзя, это все пилотческое преувеличение по ладу. Как показывает практика, в целом алгоритм Прима чуть проще в следующем примерно смысле. Там очень просто контролировать структуру. С алгоритмом Краскаля чуть сложнее, все-таки, когда нужно проверять, что добавление какого-то ребра не вызовет появление цикла, это, по крайней мере, если делать это ручками, довольно мутурная деятельность. Поэтому при прочих равных чаще выбирают алгоритм Прима, хотя, в общем, я бы сказала, что они очень близки по уровню сложности. Так, ну, прекрасно. Есть ли какие-нибудь вопросы по поводу алгоритма Краскаля? Дарья, хорошо, спасибо. Ну, в таком случае, в таком случае мы с вами можем переключаться с задачи о минимальном основном деле на задачу о кратчайших путях. Я на всякий случай напомню, что мы с вами будем рассматривать задачу о кратчайших путях в двух апостасах. Первый вариант, это когда мы будем искать кратчайшие пути от фиксированной вершины до всех остальных вершин в графе. И второй вариант, более емкий, более сложный, это когда мы с вами будем искать кратчайшие пути между всеми возможными парами вершин в графе. Соответственно, начнем мы с вами с более простой ситуации, с ситуации поиска кратчайших путей от фиксированной вершины до всех остальных. Значит, глобально предполагаются два алгоритма. Успеем ли мы сегодня рассмотреть оба, посмотрим, как пойдет. Посмотрим, как пойдет. Итак, поиск кратчайших пунктий в графе. Спасибо. 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 Играф у нас с вами по-прежнему взвешенный. А вот дальше начинаются ограничения. Может быть, я их уже упоминала в какой-то момент. Если не упоминала, ну, тогда, соответственно, просто напишите мне об этом, и я не буду сейчас акцентироваться. Дело в следующем. Для того, чтобы говорить о кратчайших путях, вообще говоря, при глобальной постановке задачи, наши пути могут быть и отрицательными. Да, на всякий случай, естественно, говоря, кратчайший путь, я имею в виду кратчайший в смысле минимального суммарного веса входящих в него рёдер. Так вот, точно так же, как на предыдущем этапе на рассмотрении задачи минимального основного дерева, вообще говоря, можно допускать, ну, по крайней мере, для некоторых алгоритмов допускать отрицательные веса. Есть, однако, вещи, которые допускать нельзя. Мы с вами запрещаем наличие циклов отрицательного суммарного веса. мы с вами запрещаем наличие циклов отрицательного суммарного веса. Понятно, зачем это делается? Если вдруг в нашем графе существует цикл отрицательного суммарного веса, то мы будем бегать по этому циклу и уменьшать суммарный вес пути, в который этот цикл входит. Ну, и, в общем, добегиваться можно хоть до минус бесконечности. Это не очень интересно. Поэтому мы в общем случае запрещаем только циклы отрицательного суммарного веса. Отдельные веса, веса, отдельных ребер, вообще говоря, допускаем. однако применение некоторых алгоритмов будет нас ограничивать. Мы с вами будем добавлять какие-то дополнительные ограничения. Вот сейчас первый алгоритм, который мы будем обсуждать, в этом смысле тоже имеет ограничения. Итак, поиск кратчайших путей от фиксированной вершины до всех остальных. Первый алгоритм, который мы с вами рассмотрим, это будет так называемый алгоритм дейкстра. Алгоритм дейкстра довольно простой. Ну, и как это обычно бывает, за простоту алгоритма мы чем-нибудь будем расплачиваться. Здесь мы с вами в первую очередь заплатим тем, что запретим веса, ну, давайте я скажу меньшее нуля, хотя на самом деле отрицательное. Итак, для того, чтобы работал алгоритм дейкстра, веса должны быть неотрицательными. Это обязательное условие. Через некоторое время будет понятно почему. Для того, чтобы запустить алгоритм дейкстра, нам нужно будет выбрать начальную вершину. вершину. Для того, чтобы запустить алгоритм дейкстра, нам нужно будет выбрать начальную вершину. Кроме этого, каждые вершины мы поставим в соответствии метку. Метка это будет длина уже построенного кратчайшего пути. Вернее, правильно было бы сказать, длина самого короткого уже построенных путей. на момент начала работы алгоритма метка стартовой вершины будет равна нулю, а метки всех остальных вершин будут равны бесконечности. Итак, на момент запуска работы алгоритма дейкстра у нас с вами будущие кратчайшие пути инициализированы нулем для начальной вершины и бесконечностью для всех остальных вершин. давайте нарисуем какой-нибудь опять-таки в меру убийственный пример. вершин вершин Такая еще одна вещь, которую я забыла сказать и сказать стоит. Граф может иметь ориентированный выбор, хоть все. Давайте я сделаю граф ориентированным. Вот у меня сейчас проставлены ориентации на ребрах, осталось проставить веса. Ну давайте я сделаю какие-нибудь веса. Так, ну например, 3, 6. 1, 4, 2, снова 6, снова 3. Так, внешний контур у меня весь инициализирован, а внутренний еще нет. Вот, 4, 1, 3, 2. Значит, коллеги, проверьте, пожалуйста, что я ничто не ошиблась, что у меня на каждом ребре проставлен вес, причем ровно один. Да, в этом месте было бы, конечно, очень неудачно проставить на одном и том же ребре два разных веса, ну или, например, две разных ориентации. Значит, все ли в порядке, корректно ли инициализирован граф? Ага, Дарья, спасибо. Значит, ну опять-таки протокол. Протокол будет устроен так. Вот мои вершины. А внизу будет храниться следующая информация. Коллеги, вот это важно. Во-первых, я собираюсь хранить значения меток на шаге. Во-вторых, вообще-то я хочу немножко модифицировать алгоритм так, чтобы хранить в нем не только длинные пути, но и сами пути. Соответственно, на нулевом шаге, на момент запуска алгоритма, ничего кроме меток мне не понадобится. А вот дальше, собственно, когда я буду описывать шаг алгоритма, вы увидите, какую еще информацию я добавлю в табличку. Итак, выберите, пожалуйста, какую-нибудь вершину в качестве начальной. Опять-таки, совершенно все равно, какая это будет вершина, но потому что для каждой вершины решение будет своим. Выберите любую вершину, какая вам нравится в качестве первой. Выберите, пожалуйста, произвольную вершину в качестве начальной. Ну, Данил предлагает А, почему бы и нет. Соответственно, вот, согласно описанию процесса инициализации, начальная вершина имеет нулевую метку, остальные вершины имеют метку бесконечность. А дальше начинается интересное. Начинается описание шага алгоритма. Шаг алгоритма выглядит следующим образом. Мы выбираем в качестве текущей необработанную вершину с минимальной меткой. Текущая вершина. Вершина из еще необработанных такая, что ее метка минимальна. Если таких вершин несколько, нужно выбрать любой. Дальше мы с вами рассматриваем все ребра, исходящие из В. Обратите внимание, коллеги, входящие ребра нас не волнуют. То есть, вот у нас есть текущая вершина с какой-то меткой дельта ИТ от В. Есть ребра Е1 и так далее. ЕС, исходящие из нее. Ну, и они ведут, в свою очередь, вершину В1. ВС с, естественно, метками дельта ИТ, В1, дельта ИТ, ВС. А теперь, коллеги, внимание, что означает вот эта метка? Это означает, что мы умеем доходить от начальной вершины до вершины В1, потратив вот столько ресурсов. Но, с другой стороны, если мы умеем дойти до В за вот столько ресурсов, а потом еще заплатив… Так, это ребро Е1, соответственно, у него вес кси Е1. Заплатив кси Е1, можем добраться до сюда, до В1. Соответственно, для любого… Ну, давайте, Т от единицы до С. Если дельта ИТ, дубль В, плюс СЕС меньше, чем дельта ИТ, дубль В, С… Что это означает? Это означает, что добираться до вершины W1, дойдя сначала до В, а потом пройдя по соответствующему ребру, дешевле, чем тот путь, который был построен раньше. Да, вот этот путь, сначала дойти до текущей вершины, а потом пройти по еще одному ребру и пойти в W1, оказывается дешевле, чем тот, который был раньше построен. И если это так, то мы выполняем два действия. Во-первых, естественно, мы заменяем текущее значение… Так, только я написала S, так, коллеги, здесь должно быть T. Да, видите, я здесь переменную обозначила T. Вот здесь в двух местах исправьте, пожалуйста. Если метка W с номером T должна уменьшиться, теперь она будет равна сумме метки текущей вершины и леса соответствующего ребра. А вот теперь то, о чем я упоминала, что я хочу вообще-то хранить не только длинные пути, но и сами пути. Очень естественное желание в этом месте хранить не весь путь для каждой вершины, а только вершину, из которой мы в нее попадаем. Предка. На самом деле слово «предок» здесь не очень хорошее. Лучше было бы говорить «родитель», потому что «предок» – это вершина выше по течению, не обязательно на одну ребру. А «родитель» – ты подкопаешься ровно на одну ветку выше. Так вот, мы будем хранить в соответствующей ячейке не только длину, но еще и через какую вершину мы пришли. А пришли-то мы через вершину «в». Видите, если мы попадаем в «в», попав сначала в «в», а потом по одному ребруку нельзя в «в», значит «в» оказывается родителем для «в». поэтому давайте я напишу, что родитель для «вс» становится равен «в». Ну, собственно, дальше все. На этом вершина «в» считается обработанной, шаг на этом завершается. До каких пор эта история работает? Ну, понятно, работает она до тех пор, пока мы с вами не прогуляемся по… Ну, на самом деле всем вершинам, кроме самой последней. Понятно, что самую последнюю обрабатывать уже смысла не будет. Через нее все равно некуда пойти. Коллеги, давайте мы сейчас с вами поступим следующим образом. Мы сейчас сделаем один шаг алгоритма Диэксона вот на этой картинке, а потом я еще кое-что прокомментирую. Здесь на самом деле есть на что посмотреть. Итак, давайте совершать первый шаг. Так, выбираем вершину с минимальной меткой. Ну, понятно, что это за вершина. Это вершина «а», единственная с меткой конечной. Родителей у нее нет, она сама все очень родительная. Давайте рассматривать все ребра, исходящие из «а». Таких ребер два. Это ребро АС и ребро АЕ. Давайте смотреть на то, что вот здесь написано, на сумму меток. Метка вершины «а» равна нулю. Давайте, может быть, я ее сюда нанесу. Вес ребра АЕ равен 2. Это значит, что из «а» в «е» я могу добраться, заплатив 0 плюс 2. 2. Это, конечно, выгоднее, чем заплатить бесконечность. Значит, вершина «е» обретает метку 2 и в качестве родителя вершину «а». Второе исходящее ребро – это ребро, ведущее из «а» в «с». Естественным образом получается, что из «а» в «с» я могу добраться, заплатив 0 плюс 3, 3. Это, конечно, тоже выгодно. И родителям тоже оказывается вершина «а». В вершины «б» и «д» пока что я попасть не могу. Их метки остаются такими же, как были. Вот таково состояние нашего графа на момент окончания первого шага. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, вершину «а» мы больше рассматривать не будем. Вот она считается обработанной. Давайте считать, что зеленый квадратик, внесенный в него итоговой меткой, как раз будет означать, что вершина из рассмотрения выбора. Так, коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы по поводу того, как выполнен шаг алгоритма Диэкстрем? Есть ли какие-то вопросы по поводу того, как выполнен шаг алгоритма Диэкстрем? Угу, Михаил, Санжар. Хорошо, спасибо. Тогда, коллеги, важное замечание заключается вот в чем. В тот момент, когда мы выбираем вершину в качестве текущей, ее метка уже равна значению длины кратчайшего пути. Меняться она больше не будет. Ровно здесь, друзья мои, мы с вами используем то, что веса для использования алгоритма Диэкстрем не отрицательные. Предполагается, что какими бы витиеватыми путями мы в эту вершину не пришли, соответствующая метка меньше стать уже не может. Может только больше. Если бы мы допускали отрицательные пути, а, простите, отрицательные веса ребер, это было бы неправно. Вот здесь используют этот факт. Ну, за счет этого алгоритма Диэкстрем выглядит довольно просто. Ладно, давайте попробуем сделать следующий шаг. Какая вершина у нас с вами будет текущей? Какая вершина у нас с вами будет текущей? Да, совершенно верно. На данный момент минимальная метка у вершины Е. Давайте я, может, просто зеленым напишу. Минимальная метка у вершины Е. Давайте смотреть, что сделает. Куда можно попасть через вершину Е? И за какие ресурсы? Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, какие вершины достижимы через вершину Е. Значит, Б и С. Вот какие недостижимы, сейчас не очень интересно. Насчет вершины С вы, по-моему, говорите мне неправду. Я вот смотрю на вершину Е. Ага, не С, Б и Д. Вот Б и Д – это правда. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на картинку. Я надеюсь, что стрелочки на ней проставлены достаточно заметно. Из Е есть два исходящих ребра. Е, Б и Е, Д. И нас интересуют только исходящие ребра. Вот это здесь написано. Да, Б и Д. Замечательно. Сколько мы заплатим, перебравшись из Е в Б? Сколько нам будет стоить путь в Б через Е? Нет, Санжар, вы не правы. А вот Никита прав, совершенно верно. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Да? Нас же интересует стоимость пути из начальной вершины. Вот эта двоечка означает, что мы заплатили 2 за то, чтобы добраться от начальной вершины в Е. И, прибавив к ней стоимость ребра из Е в Б, мы получаем 2 плюс 4, действительно 6. 6 – это меньше, чем текущая метка. Это выгодно. Соответственно, Б получает метку 6. И в качестве родителя она получает вершину Е. Мы с вами попали в Б, как-то дойдя до Е, сейчас неважно как, а потом за один ход допрыгнув до Б. Стало быть, Е – это родитель для Б. Что произойдет с вершиной Д? Каково будет значение метки? Так, Даниил и Санжар практически одновременно дают правильный ответ, действительно. Сначала мы заплатим 2, чтобы добраться до Е. Еще 6 стоит ребро Е, Д. Итого 8. Это выгодно. Меньше, чем бесконечность. И в качестве предка вершина Д получает вершину Е. Ну, с вершиной С ничего не происходит. Она как была, так и останется. Вот я ее сейчас впишу. Соответственно, вершину Е дальше нам рассматривать неинтересно. Кратчайший путь в нее зафиксирован, и длина его тоже. Замечательно. Так, ну, коллеги, есть ли какие-то новые вопросы, или можно смело дорабатывать? Есть ли еще какие-то вопросы, или можно дорабатывать? Даниил и Санжар, спасибо. Хорошо. Ну, тогда давайте крутить следующий шаг. Теперь перед нами вершина с минимальной меткой. Это вершина С. Давайте подарим вершину С значение метки. Вот оно. Посмотрите, пожалуйста, исходящие ребра, и скажите мне, изменится ли значение какой-нибудь из меток? Какие вообще вершины являются потомками С? И выгодно ли нам движение через С в какую-нибудь из вершины? Нам из вершины С достижимо из необработанных только вершина В. Есть еще исходящее ребро в Е, но оно нас не очень интересует. Соответственно, чтобы попасть в В через С, мы должны заплатить сколько? Да, Никита, вы совершенно правы. Можно заплатить 6. 3 плюс 3. Но мы с вами и так платим 6. Никакого смысла в этом нет. Соответственно, это означает, что вершина А в качестве промежуточной для нас бесполезна. Вершина А в качестве промежуточной для нас бесполезна. Ну, формально говоря, мы должны рассмотреть еще одну итерацию. Итерацию с вершиной В. Вершина В у нас имеет метку 6. Ну, с вершиной В все довольно легко. Единственная вершина, которая в нее достижима и при этом еще не обработана, это вершина Д. Ну и, да, коллеги, в данном случае я не специально расставила веса именно так. Это совершенно случайно получилось. Совершенно я не пытаюсь в этом месте вас ввести в заблуждение. Если мы поедем в Д через Б, мы должны будем заплатить те же самые 8, которые и так платим. Соответственно, это тоже невыгодно. Поэтому все метки остаются такими, какими они были изначально. Значит, коллеги, я еще раз хочу обратить ваше внимание, что то, что ни одна метка после того, как стала конечной, не поменялась, это совершенно случайно. Вот я не стала готовить вам этот грамм заранее, я его написала более-менее на балды, и он оказался с вот таким хорошим свойством. В общем случае, конечно, такого подарка нам не будет. Замечательно. Итак, вот мы с вами построили список длин, кратчайших путей. Давайте сейчас восстановим сами пути. Я могу стирать описание алгоритма? Спасибо. 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 Давайте тогда восстановим сами пути. Посмотрите, пожалуйста, что мы знаем. Итак, мы знаем, ну, собственно, можно идти просто по строчкам, что у вершины Е предок А. Мы знаем, что у вершины Д предок Е. Мы знаем, что у вершины С предок А. И мы с вами знаем, что у вершины Б тоже предок Е. Соответственно, наше дерево кратчайших путей выглядит очень просто. Два непосредственных потомка вершины А и два потомка второго уровня, оба потомки первого уровня для вершины Е. Обратите, пожалуйста, внимание еще раз. Это один из двух стандартных способов хранения путей компактных. Мы храним путь не целиком, а только информацию о том, откуда мы пришли непосредственно сюда. Вот за один шаг. Ну, вот такая история с алгоритмом Дейкстрэн. Так, значит, коллеги, еще раз для моего душевного спокойствия есть ли какие-нибудь вопросы? Есть ли какие-нибудь вопросы? Дарья, спасибо. Хорошо, коллеги, у меня на самом деле к вам в этом месте есть предложение. Дело в том, что не сложили шиначность. Некоторые вы познали, у меня там предыдущая пара тоже задержалась. Но сильно задерживать вас я бы тоже не хотела. Алгоритм Форда Дермана – это все-таки вещь, обсуждение которой разрывать не очень хорошо. Поэтому я предлагаю вам такой вариант. Давайте я сейчас отпущу вас чуть пораньше. Ну, собственно, минут на 7 получается пораньше. В следующий раз я очень надеюсь, что мы не задержимся и начнем вовремя. И, соответственно, рассмотрим алгоритм Форда Дермана. Второй алгоритм, решающий задачу поиска кратчайших путей, отфиксированный вершиной до всех остальных, ну вот в едином куску, чтобы этот разговор не разрывать. Ну, а дальше, соответственно, у нас останется еще одна встреча на алгоритм Флойда, еще одна встреча на повторение, и на этом мы с вами закончим в этом семестре практические занятия. Останется только написать контрольным. Хорошо. В таком случае, если сейчас больше вопросов нет, традиционная картинка для завершения рабочей встречи, надо сказать, что сегодня какой-то исключительно тяжелый день, поэтому картинка сегодня будет такая. На этом все. Если есть еще какие-то последний момент, слыша и вопросы, их можно задать в чате. Ну, а если нет, тогда всего доброго, отдыхайте, и я тоже, с вашего позволения, попробую отдохнуть. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.